Привет всем! Мы приготовили новые порции умопомрачительных загадок. А что это означает? Пришло время надеть шляпу детектива. Вперед! Джейк любил заключать пари со своими друзьями. На этот раз он поспорил, что сможет поставить бутылку с водой посреди своей гостиной и заползти в нее. Его друзья были уверены, что выиграют, но каким-то образом Джейк снова выиграл пари. Можете ли вы понять, как он это сделал? Джейк сказал, что он может поставить бутылку с водой посреди комнаты и заползти в нее. Но он не уточнил, куда он заползет. В бутылку или в комнату. Поэтому он просто заполз в комнату и выиграл пари. А теперь попробуйте разгадать эту загадку. Это не что иное, как отверстие, связанное с другими отверстиями. В то же время эта штука прочная, как сталь, но не такая жесткая, как столб. Что же это такое? Это цепочка. Дилан оказался в ловушке в подвале. Единственное, что он нашел внутри, записку и ручку. Найди способ получить 200 и 188, проведя одну линию, и ты будешь свободен. Через пять минут дверь автоматически открылась. И Дилан оказался на свободе. Что он сделал? Он провел горизонтальную линию, чтобы разделить 188. Таким образом он получил две единицы и четыре нуля. Посмотрите на этих четырех человек в продуктовом магазине. Можете ли вы понять, кто собирается украсть арбуз? Это человек с футбольным мячом. Кажется, что он держит что-то тяжелое. Наверное, это арбуз, замаскированный под футбольный мяч. Роберт был коллекционером необычных монет. Однажды он позвонил в полицию и сообщил о пропаже одной из своих самых редких монет. Он был уверен, что виновником пропажи является один из его братьев, Фредерик или Мэтью, которые жили вместе с ним. Один из них собирал старинные книги, а другой был помешан на редких марках. Все коллекции хранились в одной большой комнате дома. Ключ от комнаты хранился в вазе, стоявшей на камине. Кроме братьев, в доме бывал только друг Роберта, Марк. Прибывшая на место полиция обнаружила, что комната была открыта ключом. Отпечатков пальцев полицейские также не обнаружили. Знаете ли вы, кто украл монету? Это был Марк. Он был единственным человеком, у которого была причина избавиться от отпечатков пальцев. Отпечатки братьев были бы абсолютно естественны, поскольку они там живут. Посмотрите на эту картинку. Можете ли вы определить, какая русалка является женой короля? Вы заметили татуировку на шее мужчины? Это буква Л, видите? А вот у русалки справа тоже есть татуировка. Это буква Джей. Скорее всего, они изобразили первые буквы имен друг друга. Значит, они муж и жена. Следующая картинка. Какие девочки являются сестрами? Эти две русалки – сестры. Вы заметили, что у них одинаковые родинки на лице? Ого! Гонки на морских коньках! Это что-то новенькое. Но сможете ли вы понять, кто жульничает? У одного из ребят есть роботизированный морской конек. Видите USB-порт на шее? А теперь посмотрите на этих молодых людей, играющих в пляжный волейбол. Сможете ли вы определить, кто из них не человек? Речь идет об этой девушке. Если сравнить ее с подругами, то она единственная, кто не потеет и не краснеет от жары и нагрузок. Кимберли унаследовала старый дом от своей богатой тети. Исследуя подвал, девушка наткнулась на массивную деревянную дверь. Открыв ее, она увидела небольшую комнату, в которой стояли три сумки и лежала записка. В одной из сумок миллион долларов, остальные пустые. Ты можешь открыть только одну сумку, так что думай внимательно. Кимберли также заметила, что на каждой сумке было послание. На первой сумке было написано «Денег здесь нет». На второй сумке было написано «Денег здесь нет». А на третьей сумке было написано «Деньги во второй сумке». Если верно только одно сообщение, то в какой сумке находятся деньги? Деньги не могут находиться ни во второй, ни в третьей сумке. Если бы это было так, то были бы верны два сообщения. Это означает, что деньги находятся в первой сумке. Следующая загадка потребует от вас математических навыков. Прибавьте это число к аналогичному и умножьте результат на 4. Затем разделите его на 8, и вы снова получите самое первое число. Какое это число? Это может быть любое число. Вы можете попробовать, чтобы убедиться в этом. Джейсон принял участие в игровом шоу и стал одним из двух участников, вышедших в финал. Он подошел к столу, на котором стояли три стакана. Но только один из этих напитков можно было попробовать. Два других были отравлены. И хотя ошибка не стоила Джейсону жизни, последствия были бы неприятными. Напитки следующие. Чай с сахаром, капучино и горячий шоколад. Какой из них должен выбрать Джейсон? Если бы в чае действительно был сахар, то он должен был полностью растаять. Но этого не произошло. Капучино выглядит подозрительно зеленым. Вероятно, его небезопасно пить. Джейсон выбрал горячий шоколад и выиграл испытание. Мужчина находился в восьмиэтажном здании, когда начался пожар. Он выпрыгнул из окна, но даже не ушибся. Как такое возможно? Мужчина выпрыгнул из окна первого этажа. Я ехал по шоссе, когда одна из шин моего автомобиля лопнула. Я остановился, чтобы поменять ее. Но когда я вернулся к машине, то увидел, что у нее разряжен аккумулятор. Я огляделся и понял, что нахожусь в центре маленького городка. Я решил дождаться кого-нибудь, кто мог бы мне помочь. Вдруг я услышал звон разбитого стекла. Ночь была очень темной. Я включил фары и увидел, как из одного из домов вылезает мужчина с большой сумкой. Я сразу же побежал в ближайший полицейский участок, чтобы сообщить об этом преступлении. Вот что рассказал мистер Даррисон в полиции. Детектив, слушавший его, спросил. Где вы спрятали все, что украли из того дома? Как он пришел к такому выводу? Если аккумулятор автомобиля мистера Даррисона разрядился, как он мог включить фары? Можете определить, кто из пассажиров этого автобуса зомби? В автобусе два зомби. Это мужчина с повязкой на шее и без одного уха. И это леди, сидящая у окна. Она издает странные рычащие звуки. Как насчет ребусов? Начинаем. Что это значит? Конечно же стол. А теперь отгадайте этот. Это молоток. А что насчет этого ребуса? Это родина. Зимой пожилая пара закончила строительство нового красивого дома. Муж отвечал за конструкцию, а жена была декоратором. Дом выглядел прекрасно. Очень гордые они пригласили внуков посмотреть на их работу. Но уже через час дети умудрились разбить несколько окон. Кроме того, они снесли забор, сняли украшения и испортили крышу. Но что самое странное, бабушка и дедушка, похоже, были не против. Сможете ли вы понять, что там произошло? Бабушка и дедушка испекли пряничный домик и пригласили внуков его съесть. Продолжение следует...